Голландия Занс из Ханс – одна из ярких, популярных достопримечательностей, привлекающей туристов со всего мира. Здесь можно окунуться в атмосферу голландской деревни 17-18 веков, увидеть старинные ремесла, принесшие славу Голландии. Здесь делают традиционные деревянные башмаки-кломпы. Во все средние века лучшие корабли строились именно в Голландии, и кораблестроителям нужны были ботинки, в которых ноги были бы защищены от ударов тяжелых бревен. Так кломпы и стали известными и традиционными в Голландии. Теперь их никто не носит, но зато продают туристам в качестве сувениров. В Голландии сортов сыра просто немеренно. Сами голландцы говорят, что количество сортов сыра соперничает разве что с количеством сортов тюльпана. Но самые лучшие сыры можно купить не в самом Амстердаме, а в деревне Занс и Сханс. Это национальное достояние страны. Здесь варят настоящий голландский сыр, выдержанный на ферме более года. Местные сырные лавки окажутся настоящим раем. Здесь продаются сыры с самыми разными начинками. С паприкой, чесноком, тмином, гвоздикой. Как можно побывать в Голландии и не увидеть ветряные мельницы? Мельницы для Голландии – культ. Почти половина территории Голландии была отвоевана у воды с помощью плотин и ветряных мельниц. А мельницы, которые можно увидеть в деревне Занс и Сханс, уникальны. Все они отреставрированы и работают. Мельницы для Голландии Занс и Сханс – это красивая открытка, в которой мы и оказались. Здесь тихо шелестят лопастями старинной мельницы, в воздухе витает аромат свежего хлеба, в мастерской делают деревянные башмачки, а по соседству готовят самый вкусный голландский сыр. Но если вы хотите заглянуть в далекое прошлое Нидерланда, то вам стоит посетить деревушку Волиндам. Это старинная голландская деревня Рыбаков. Здесь и сегодня вдоль набережной стоят суда самых разных размеров, от маленьких лодок до средней величины кораблей. С некоторых бортов продают свежую рыбу. Среди туристов считается, что если ты был в Голландии и не ел селедку в Волиндаме, то зачем ты вообще сюда приезжал? Вкус Голландии – это вкус селедки, с двумя кусочками хлеба, с лучком и соленым огурчиком. Или это послевкусие, которое остается во рту после копченого угря. Так или иначе, в Волиндаме и того, и другого очень много. Наверное, поэтому деревушку приезжают с гастрономическими целями. Волиндам и Зансисхамс – это те места, куда едешь не что-то смотреть, а погружаться в атмосферу. В атмосферу старинной провинциальной Голландии, которая влюбляет, завораживает и заставляет вспоминать о ней снова и снова.